Потому что ты учишься, как в первый раз относиться к мужу. Вот смотрите, Бог сразу же дает духовную энергию через мужа. Он его как душу показывает сразу. Первая любовь моя земная, Утро мои глаз, Я тебя совсем еще не знаю, Вижу в первый раз. Это уже давно. Все, ты смотришь, божественная сила проявляется через близкого человека. Бог, находящийся в сердце каждого человека, Показывает человека в самом лучшем свете перед тобой. Для чего? Для того, что ты понял, к чему стремиться. И многие люди говорят, я в тебе ошибся. Я когда тебя встретил, я тебя видел одним, А теперь ты другой, я в тебе ошибся. Это означает, ты хочешь наслаждаться, Ты не хочешь учиться отношениям, Ты не хочешь служить, Ты не хочешь заслужить увидеть опять вновь. Этот образ настоящего человека, Который ты встретил в своей жизни. Но ты хочешь наслаждаться, поэтому все портишь. Ты в нем видишь уже не того. Почему? Потому что ты не достоин видеть того. Не достоин. Ты не достоин быть таким, Чтобы он предстал перед тобой, А теперь таким же светлым и чистым. Чтобы душа показалась перед твоими глазами. Для этого ты должен служить. Жить честно. Несмотря на то, что из него идут испражнения из близкого человека. Карма – это же испражнение. Это трудности, это плохой характер. Олег Геннадьевич, а вы не знаете, Вы говорите вот такие вещи, Вы не знаете, что у меня частный случай. С моим мужем невозможно так себя вести. С моей женой невозможно строить чистые отношения. Потому что он ведет себя нечисто, грязно. Вот в этом и заключается противоречие этого мира. Человек должен восстать против того, Что происходит в реальности. И должен учиться каждый день прощать, Очищать свое восприятие близкого человека. И вновь смотреть на него, как в первый раз. Тогда он обретает настоящую, счастливую семейную жизнь. Опять же, почему? Потому что он сдал экзамен. Экзамен такой. Хочешь видеть душу в близком человеке, Значит, будешь счастлив. Хочешь видеть недостатки его, Значит, будешь несчастен. Все. Два варианта в жизни есть только. И видеть душу очень трудно, Потому что видятся недостатки, Ты на них обижен, Они на тебя давят. Поэтому веды говорят, Что единственный способ у человека Жить правильно, Это сначала с утра Строить отношения с тем, У кого нет недостатков, Со святым человеком. Утверждаться в этой силе святости В сердце своем. А потом с ее позиции Строить отношения со всеми остальными. Так человек обретает счастье в этой жизни. Сдает экзамен. Потому что по факту Счастье здесь Имеет вот такую природу. Оно все время